На далекой Тихоокеанской границе России, на одном из островов Южных Курил, есть маленький городок. Он скорее похож на декорации к фильму о конце света, чем на жилой населенный пункт. Но там живут люди, работают, растят детей и следят за новостями с большой земли, которая про них, похоже, просто забыла. Но жители города-призрака все еще хранят верность своей стране и верят в светлое будущее, словно назло окружающему их миру. Поиски призрачного города начинаются с девятичасового перелета Москва-Южно-Сахалинск. На маленькие острова можно попасть только через большой остров. Прямых рейсов из Москвы на остров Итуруп нет, поэтому приходится пересаживаться на Сахалине и дальше лететь вот на таком турбовинтовом небольшом самолете. До острова Итуруп лететь меньше часа. Маленький аэропорт будто прячется от ураганных ветров между горных вершин в красивой долине со стороны Охотского моря. На выходе из аэропорта нас встречает Богдан Хмельницкий, один из 20 вулканов Итурупа, действующий, кстати. А деревья вокруг маленькие и кривые, так они защищаются от сильнейших ветров. Наш путь к поселку Горный лежит на юго-восток острова, через Курильск, его единственный город и административную столицу, и дальше, в сторону Тихого океана. Асфальтовых дорог на Итурупе почти нет. Пыль, которую поднимают встречные машины и проезжающие мимо танки, скоро начинают хрустеть на зубах. Узнав, что мы едем в Горный, наш водитель Андрей не сдержался и заметил, что это самый ужасный населенный пункт, что он когда-либо видел. И удивился терпению тамошних жителей. Терпение, конечно, когда не закончится, терпеть-то будет до последнего, у нас же русский народ тоже терпит до последнего. Добраться до Горного можно двумя путями. По грунтовой дороге, проложенной военными, ее здесь зовут стратегичкой, и по берегу Тихого океана, в часы отлива. Когда океан спокоен, это необыкновенно красивая дорога. Однако во время шторма здесь ехать смертельно опасно. Машина может застрять в песке или ее смоет волной, о силе которой можно судить по выброшенным на берег кораблям. Да, дорога в Горный полна самых неожиданных сюрпризов. Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941-го, японская авианосная эскадра отправилась атаковать Пёрл-Харбор. И по сей день считается, что это место идеально для высадки десанта потенциального противника. Хотя кажется, что оно больше подходит для съемок фильма «Катастрофы». Улицы здесь не имеют названий, а из 30 домов жилыми остались меньше половины. Очень-очень сильный ветер на улице. А вот такие вот пустые дома, как этот, местные жители называют пустышками. Обычно здесь гуляют дети, играют здесь, а местные жители сюда выбрасывают мусор. Говорят, лет 30 назад здесь был красивый и уютный военный городок. Но в конце 80-х в стране начались политические потрясения. А в 94-м Итуруп затрясло в прямом смысле слова. А вот, вот здесь земля ушла. Эпицентр того землетрясения был неподалеку от соседнего острова Шикотан. Тот даже на некоторое время ушел под воду из-за возникшего цунами. Но и здесь, на Итурупе, толчки достигали 7 баллов по шкале Рихтера. Вот, здесь была школа. Была шикарная школа. Но не выдержала. Трехэтажная. Когда землетрясение было, лещичный марш сложился. Как хорошо, что это было ночью. Ни один ребенок не пострадал. Маида Павлова хорошо помнит, как после землетрясения они еще долго боялись возвращаться в свои дома, ночуя в палатках и в железных транспортных контейнерах. Автор шоке того землетрясения продолжались еще три месяца. Но городок выстоял. И школа стала единственным зданием, пострадавшим от подземных толчков. Ну вот, сколько землетрясений еще не развалилось. Она работала в военной строительной организации. Возводила этот поселок. Говорит, дома выстояли благодаря сейсмопоясу, особой структуре бетонных плит, нашпигованных арматурой. И простоят еще сто лет, если, конечно, про них вспомнят в далекой Москве. Мы постоянно ждем, когда к нам прилетит министр обороны в Шойбу. Но никак не получается. Ну никак. Хочется, конечно, увидеть, поговорить. Конечно, у всех, у населения есть вопросы. Может, чем-то помогут, может, чем-то откажут. Какая перспектива этого поселка. Последний визит в эти края министра обороны, а было это 11 лет назад, во времена Сергея Иванова, закончился для поселка печально. Здесь рассказывают историю о том, как министр, пролетая над ними на вертолете, вдруг увидел внизу полуразрушенный населенный пункт. Он спросил за наш городок, что-то там такое. А ему сказали, а там все, там не жило, там никого нет. С тех пор в поселок пришло запустение. Видимо, военные после случая с полетом министра обороны поспешили списать горный со счетов. Эти говорят, вы не наши гражданские, как мы курицы говорим. Вы от министра обороны, мы ничего вам не можем здесь делать. Марию Николаевну за прямоту и за происхождение, она родом с западной Украины, за глаза называют Бандеровкой. В Горное она приехала 20 лет назад с мужем военным. Иначе сюда, кажется, и не попадают. Либо ты здесь родился, либо тебя на дальние рубежи посылает родина. Посылает и забывает. Министерство обороны, все пофиг. Это что, граница у нас, это кое творится, мы прямо в шоке. Мы же на границе живем. Это же где надежда есть, что такое сейчас политическая обстановка тяжелая, правильно? Все понимают, что ждать ничего хорошего мы не можем. Устав ждать, Мария Николаевна с мужем решили уехать. Сыновья давно выросли, стали военными и отправились на материк. А маленький бизнес, домашний магазин, дохода больше не приносит. Вот это одна комната. То есть вы здесь приедете и здесь и торгуете? Да. Меня на комнатах хватает повышенный, потому что самое такое чуть-чуть. Это уже, как говорится, мы уже заканчиваем. Пока интернета не было, интернета. Люди, конечно, все брали. А теперь все, конечно, выписывают с интернета. Их дверь все время открыта. В одной комнате живут, в другой работают. Вернее, дорабатывают. Потому что тетрадь, в которую они записывают долги соседей, уже переполнена. Зарплаты врезали люди. Он по три месяца, по два зарплаты вообще не дают. Копейки дадут, частью всего. Сколько в горном жителей, точно никто не знает. Говорят, около 700 человек. Хотя некоторые все еще полагают, что это страшная военная тайна. Ведь формально городок еще висит на балансе Министерства обороны. Запущенное и заброшенное хозяйство. С третьего этажа на первый этаж у нас все протекает. Это самый ужасный этаж в нашем доме. Наталья Васильевна – школьный учитель. Прожила здесь полжизни, воспитав несколько поколений этого городка. И сделав бесчисленное количество ремонтов. Посмотрите, что с фальшистиной происходит. Вот, оно все покоробилось. И там тоже, что вот в коридоре. То есть этот грибок, постоянный кашель, который, в общем-то, ничем не лечится. Как только начинается дождь, вода с дырявых крыш просачивается в квартиры. Но заниматься коммуналкой тут некому. Частная компания, уполномоченная Министерством обороны на обслуживание поселка, собрала с жителей деньги и закрылась. Дом управления у нас не работает. Оно закрыто на клюшку, как говорится. А почему? Один в отпуске, а другая уволилась. Некому работать. Жители Горного сами меняют кровлю на крышах, ремонтируют подъезды и квартиры. А в центре поселка растет безобразная мусорная куча. К тому же неизвестно, начнется ли у них в этом году отопительный сезон. Хотя все исправно платят за коммуналку. Наверное, дурные такие. Ну вот на таких вот и держится наша Россия. Из года в год им обещают, что грядущий декабрь уж точно станет последним. И что поселок вот-вот закроют. Но вопрос с переселением все время откладывается. Ведь на это нужны деньги, а денег нет. Так что приходится держаться. Местная школа – островок цивилизации в заброшенном поселке. В бывшем здании солдатской казармы учатся всего 60 ребят. И бывает, что на уроке сидит только один ученик. Хорошо. Нужно. Где эта станция? Продолжение, Влада. Где? Вы можете мне сказать, где эта станция? Заслуженный учитель Сахалинской области Тамара Трофимова готовит Влада к предстоящим экзаменам по английскому. Почти все их дети – отличники. Хотя взрослым при этом приходится нелегко. Получает 19 тысяч. Можно у нас здесь в поселке прожить на 19? В школе за питание уходит. Сколько, Владичка? Четыре с чем-то. Вот считайте. 19 я получила. Если у меня двое детей, и одна 5,5 отдам. И потом за квартиру. А на что жить? Учителя – единственные, кому здесь не задерживают зарплату. Но этого недостаточно для того, чтобы заманить сюда молодых педагогов, признается нам директор школы. Не можем учителя себе. Одна девочка из Благовещенского института, нам учитель был нужен срочно русского языка и литературы. И вот она с весны начала, да, приезжает, да, приезжает. Потом все. Все, посмотрев на это в интернете, сюда не едут. Зачем мне в этих развалюшках, извините, жить молодой девушке, молодому человеку. Из-за такого дефицита педагогов многие учителя берут на себя дополнительную нагрузку. А что края у тебя неровные? Неужели такие неровные края? Смотри, вот это ровный край надо, чтобы был ровный. Они у тебя... Кто-то их ножиком подсекал у тебя. Вообще-то профильный предмет Сергея Борисова – химия. Но он ведет изобразительное искусство, историю и музыку. Даже мы гимн играем, я разучаюсь с ними под гитару. Сейчас само-то возьму, аж это дал класс. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Могучая, великая слава, Твоё достояние всех временах. Они все здесь, кажется, очень стараются, чтобы местные дети не чувствовали себя обделенными и чтобы им было комфортно учиться. Хотя, кажется, даже сама природа этому противится. Ветер, как правило, оттуда. И мы очень опасаемся. Здравствуйте. Божаре. Мы тоже опасаемся. Мы все дети березе из вода на ветрях? Да, оттуда. Боитесь, да? Конечно, а что там сейчас... А что может быть? Ну, да. Выдавит? Ну, вот одно ходуном ходит, видите, как. Мы не знаем, как укрепить. А зимой поселок заметает двухметровыми сугробами, которые никто не убирает. И тогда непростые условия жизни становятся и вовсе экстремальными. Хотя дети другой жизни и не знают. Учитель физкультуры Владимир Олейников приехал в Горный больше 30 лет назад из украинского Донецка. За романтикой. Да так и остался. И возвращаться уже не хочет. Выращивает из местной детворы будущих чемпионов. Так, ребята, ну, поделились, надо уже играть. Уже мяч должен красный быть. В декабре нам надо на первенца района играть. Своих подопечных физрук не гоняет, потому что понимает, случись что, помощи здесь ждать неоткуда. Это не жизнь, это выживание. Вот дело в том, что я почему их не могу нагрузить, я боюсь. Вот они здесь прошли медосмотр, ну, как они углублены могут пройти медосмотр? Сердце, центральная нервная система. Я не могу ее нагрузить. Хотя написано, охрони я буду. Можно выйти? Да, повесь в скакалку только. Так, какое у него нарушение было? У кого? Детка. Пять секунд. За пять секунд ты должен или бросить, или пас отдать. Здравствуйте. Добрый день. В местной амбулатории, что на первом этаже одного из жилых домов, становится понятно, о чем говорил физрук. Реанимации здесь нет, и операцию не сделают. А дорога до Курильска может оказаться смертельно долгой. За прошлым годом было такое, что у нас два месяца, у нас, наверное, не было дороги. И вот тогда было страшно. Любой ребенок болеет, и температура высокая, и уже ты, уже ждешь чего-нибудь там. Аптека, что по соседству, закрыта на ремонт. Так что лекарства, в случае чего, будут искать друг у друга. У нас у каждой мамочки, у нас вот такие вот баулы с лекарствами, и мы друг другу помогаем. Горненский фельдшер, человек здесь новый, настоящий романтик. Специально приехал на Курилы с материка, чтобы лечить людей. Захотелось просто. Захотелось? Ну. Вот именно в этот поселок. О выборе места жительства и работы он не жалеет, хотя ситуация со скорой помощью доставляет ему немало головной боли. Это вообще отправить человека, это на подвиг какой-то, вы решили что-то. Найти технику, и если, ну, какой-то такой тяжелый случай, надо санитарную помыль вызывать. Здесь у них педиатрическое отделение, а в этой комнате процедурный кабинет. Пока не начались сезонные заболевания, народу немного, но места все равно мало. А дать место? Я хотел бы побольше. Оно же не по этому. По Санпину. Ну. И по приказу, как говорится. Ну, маленькие помещения. Ну, ваши руководители знают об этом? Ну, с другой стороны. С другой стороны, знают. Вот, казалось бы, люди здесь живут и работают в каких-то невероятных условиях на самом краю страны. Но комиссии и проверки сюда заезжают исправно. Требования и у пожарных инспекторов очень серьезные к нам претензии. Начиная от того, что лестничные проходы не соответствуют. Ну, я их расширить не могу, но вкладываем деньги вот в такие вот. Уже достраиваемся. Чтобы открыть этот садик, понадобилось немало времени и сил, рассказывает заведующая Юлия Мухина. Контролирующие органы не разрешали делать детсад в обычном жилом доме. Но другого помещения все равно не было. Поэтому они здесь. Добрый вечер. Здравствуйте. Ребята, здравствуйте. 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 Здесь у нас игровая, где проходит у нас свободная игровая деятельность. Занятия иногда проходят, когда не требуется им сидеть за столом. Сейчас в садик ходят 45 малышей от полутора до семи лет. Играют, занимаются, едят, спят. Вот это вот у нас спальня. В кровати все разборно, все раздвигается. Получается, когда все 15 человек здесь, у нас здесь остается такой узенький проход для воспитателя. И все. Ну, как говорится, спасибо на этом. Юля, жена офицера, живет здесь уже лет 15. Говорит, когда впервые попала в Горное, подумала, что это учебный полигон, а не жилой городок. И несколько месяцев плакала от безысходности. А теперь привыкла. Хотя признается, что когда бывает в других городах, всегда завидует тамошним детям. Вот у меня тоже своих двое детей здесь выросло. Думаю, чем же они в жизни-то провинились? Почему у этих детей вот такие здания, и бассейны, и спортзалы, и площадки, а у наших детей как бы этого всего нет? Ну, наверное, вот в этом и суть курильчан, что мы ценим то, что имеем. Это какой-то парадокс. Они живут здесь, забытые и заброшенные, но и уезжать не желают, хотя многим есть куда уехать. Как-то я не знаю, почему, но в Рижской острове очень много кого затягивают. Здесь очень много военных, которые поставали здесь, то есть после службы, например, там семьи уехали, там жены, там детьми уехали, а мужья вот здесь остались, даже дослуживают и потом под этим делали, конечно. С Татьяной, местной жительницей, мы разговариваем на лестнице, потому что попасть в квартиру аборигена трудно, все стесняются своего жилья. Так что визит на кухню Таниной соседки, Юлии, можно назвать везением. Только в Юлии я не знаю, потому что там у меня отварилась плитка. Юля живет в этой маленькой двушке с дочкой и мечтает отремонтировать детскую комнату и туалет. Вот только накопить на ремонт никак не удается. Солидную сумму, да, выливается в результате? Да. Как бы, такую, чтобы купить, например, кухню, просто обычную, она выйдет в 1030. Вот мои зарплаты 18, сейчас нет. На страже имущества граждан в Горном никто не стоит. Полиции здесь нет вообще. Есть опорный пункт охраны общественного порядка, но он на замке. Эту дверь открывают только в случаях ЧП, когда сюда из Курильска приезжает полицейский наряд. Если что-то случается... А, случается что-то, или часто бывает? Случается. Кражи были, да. Вот этот синий вагончик, который стоял в магазине, его тоже обворовали, и так никто ничего не нашел. Ну, своровали нормально продукты. Картошку своровали, что-то муку тоже воровали, сахар, как бы, нормально. Вошедший в криминальную летопись Горного синий вагончик не просто магазин, а место рандеву для местных жителей. Здесь обсуждают политику, цены, ну и зарплаты, конечно. Получка-то какая. Тут смешно сказать. Получают люди по 22 тысячи. Это куда годится на Курилов. Для этих мест это действительно копейки. Цены, как минимум, вдвое выше московских. Потому что все продукты и товары на Итуруб завозят кораблями с материка, включая наличные деньги для местного отделения Сбербанка. А вот когда приходят зарплаты, перечисляют пенсии, у вас тут по очереди выстраиваются? Ну да, где-то дня два-три получается. Потому что всем, конечно, тут все сразу, все это комфортно. Но получается, ну так, чтобы прям нормально. Местный банк живет по тем же правилам, что и весь городок. Если погода хорошая, то зарплаты и пенсии приедут вовремя. А если вьюга и ураган, придется подождать. И никаких тебе банкоматов. А лучше было бы, если банкомат вместо вас стоял? Ну, вы знаете, может быть, даже и лучше было бы. Но вот именно трудности обслуживания. Просто банкомат, даже если сломается, то его нужно заправлять. И насмотреть. Сегодня в Горный наверняка бы никто не приехал. Ни инкассаторы, ни техники. Жизнь на Итурупе замерла. К острову подошел сильнейший ураган. В поисках укрытия мы обнаруживаем поселковую библиотеку. Тихую и уютную. Здравствуйте. Хозяйка библиотеки, Любовь Мартынова, поет нас с горячим чаем и удивляется, что мы забыли на улице в такую погоду. Ведь все здесь знают, что сегодня лучше сидеть дома. Вот сегодня пришло такое предупреждение от МЧС, что будет плохая погода. Порывы ветра. Вот здесь написано 33-38 метров в секунду. И у нас всегда так. Любовь Васильевна могла бы и сама сидеть дома. Но из Курильска пришли новые книги, которые нужно оформить и расставить по полкам для удобства читателей. Ходят люди в библиотеку. Раньше как-то заинтересовались современной литературой. Детективы, любовные романы, фантастика. А сейчас все-таки люди стали переходить на классику. Агата Кристи. Вот у нас почему-то очень пользуется Агата Кристи спросом. Люма пользуется спросом. Она живет здесь уже более 40 лет. Жена отставного военного. Знает здесь все и всех. Но информацией делиться не спешит. А вы видели на... Нет, не буду это говорить. На камеру. Не говорите. Да. Потому что где-то что-то отменяет, и потом проблемы будут, сложности. Здесь, на самом краю России, так заведено. Если есть выбор сказать или промолчать, лучше хранить молчание. Ведь рядом граница. И соседи, которые считают эти земли своими. И Туруп, к примеру, зовется в Японии округом Немура губернаторства Хоккайдо. И вопрос о спорных территориях все еще препятствует подписанию мирного договора между Москвой и Токио. Я ни разу не была в Японии. Хотя безвизовые поездки у нас. Я ни разу не была. Я не хочу туда. Маида Павлова внимательно следит за международной обстановкой. И российское телевидение помогает ей не упустить главного. и вовремя разглядеть коварные замыслы соседей. Я за мирный договор с Японией. Но я против, чтобы отдавали Курильские острова. Если на территории какой-нибудь страны стоят американские базы, я бы никогда не отдала ни метра нашей земли. Потому что все эти базы, которые стоят, с этих баз можно нанести по Дальнему Востоку всегда сокрушительный удар. Эти люди удивляют. Они живут между войной и миром, между морем и океаном, между процветающей страной, что мечтает сделать их своими, и огромной родиной, что про них забыла. Они словно робинзоны на обитаемом острове, которые могут уплыть отсюда в любой момент, но делать этого не хотят. И нам, пришлым чужакам с материка, видимо, просто не суждено их понять. достойных себя. Дальнему Востоку в мире Продолжение следует...